На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пек, Артём Липин, Алёна Подымова. Мы продолжаем и, как обещали, поговорим о рекорде, который, может быть, будет поставлен. Потрясающий вид сразу же. Вот мы хотим сказать, наш гость выходит прямо... О! Ух ты! С лёдного поля к нам подключается председатель правления Латвийской Федерации парашютного спорта Эдгарс Вейгурс. Здравствуйте! 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 Эдгарс, действительно потрясающе. Вы с утра уже на месте... Будущего рекорда. Да, да. Мы с самого утра уже готовили инфраструктуру, всё включаем, готовимся ко всему, смотрим погоду. Встречаем наших участников, наших спортсменов. Сегодня будет. Вчера готовились, сегодня будет. Среда показывает довольно-то плохую погоду, поэтому у нас план всё сделать сегодня. Ну, погода выглядит действительно потенциально отличной. Да. Может быть, несколько слов о том, что это будет за рекорд, почему его ещё никто не установил до вас, и насколько сложно вот нашим латвийским спортсменам его установить? Я уверен, до нас в других странах это уже устанавливали сотни, может быть, даже тысячи раз. Но специфика нашей страны в том, что у нас только сейчас, на данном этапе, у нас только 170 активных парашютистов, поэтому собрать 30-35 человек для рекорда – это очень-очень сложно. И ребята тренировались больше года. Последний рекорд был установлен 13 лет назад на аэродроме Елгава 27 человек. И мы хотим в этом году установить у нас план А – 30 человек, и план Б – 33 человека в небе. У нас будет или звезда, или заполненный круг. И ребята тренируются, вчера сделали 4 подъёма, а сегодня, я думаю, ещё 4-5, и у нас всё будет. По нашей информации, будет два самолёта. Насколько для этого рекорда важно мастерство не только парашютистов, но и пилотов? Потому что, насколько мы понимаем, надо находиться достаточно рядом, чтобы парашютисты смогли собраться в эту фигуру. Да, да. Мастерство и, правда, играют очень большую роль, потому что они должны быть два рядом, они должны лететь с одинаковой скоростью на одной и той же высоте. И ещё дополнительно, там есть чуть-чуть один самолёт как ведущий, а второй ведомый, правильно? Да, ведомый. Он чуть-чуть сзади и чуть-чуть правее. И они всё время коммуницируют друг с другом. Говорят, когда они поворачивают, когда они набирают высоту. И даже лампочку о сигнале открытия двери и прыжка они подают одновременно. То есть там команда должна быть очень слаженная. И на этот ивент к нам приехали наши друзья из Германии с двумя очень хорошими самолётами, с новыми двигателями. Они набирают высоту где-то за 11-12 минут, то есть это очень быстро. Таких самолётов для парашютистов в Латвии ещё не было никогда. То есть у нас очень много всяких новых вещей, которых никогда ещё в Латвии не было. А пилоты тоже из Германии или всё-таки местные? Да, пилоты тоже из Германии. Самолёты в аренду не даются без пилота. Всегда пилоты едут. Да, ну а вот для чего этот рекорд? Для популяризации парашютного спорта или может быть для каких-то других целей? Знаю. Так, вот самая интрига. Внезапно техника у нас... Напомню, что на связи с нами вы, председатель правления Латвийской Федерации парашютного спорта Эдгар Свойгурс. Вот и связь восстановилась. Вот, есть. В прошлом году всё это началось только из-за того, что литовцы собирали и эстонцы собирали. И я просто своим ребятам предложил, говорю, ну что мы хуже кого-то другого, давайте мы тоже соберём. Давно ничего не собирали, давай сделаем. И так как-то это и пошло. И в прошлом году не получилось. Там и погода, и как бы 13 лет ничего не было. Поэтому у ребят довольно большой такой психологический стресс из-за того, что большинство из них из двух бортов не прыгало. В этом году всё уже намного лучше. Они продолжали тренироваться после попыток рекорда прошлого года. И в этом году уже намного лучше результат. Поэтому сейчас это только чтобы людям дать какую-то цель для тренировок в течение всего года. И чтобы показать людям, которые не занимаются парашютным спортом, что всё-таки это уже не 90-е, не 80-е, не круглые купола. И у нас очень строгие меры безопасности. И это довольно увлекательный вид спорта и довольно безопасный. А вот вы, как человек, который каждый день, можно сказать, видит этих спортсменов, которые готовятся к рекорду, скажите, есть ли разница между прошлым годом и этим именно в плане техники? То есть стали ли спортсмены техничнее? Да, да. В этом году видно, что прогресс очень большой. Они год потратили на тренировки, и прогресс очень большой. В целом, если говорить о подготовке спортсменов, понятное дело, что вот вы говорите, что в Латвии всего 170 активных парашютистов, но вряд ли те люди, которые сейчас прыгают, наверняка это для них даже, может быть, не десятками измеряется количество их прыжков. Какие вообще были минимальные требования для людей, которые будут делать этот рекорд? Минимальные требования у нас было 200 прыжков, но в среднем у нас набралось людей, у которых там 2000 прыжков. Есть пару людей, у кого больше 10 тысяч прыжков, то есть самые опытные. Самые опытные у нас набраны. Скажите, а вот считается ли парашютистом тот, у кого, например, всего один прыжок, то есть вот человек один раз прыгнул, может ли он себя гордо называть парашютистом всю жизнь? Да, может. То есть главный сам факт того, что он оказался достаточно смел, чтобы шагнуть в небо? Да, да. Вот этот первый шаг – это самый-самый важный. Для всех это очень-очень страшно. Все боятся и все нервничают, бледнеют, трясутся. Но когда приземляются, ты видишь их улыбку на лице. Большинство не готовы сделать еще раз такой шаг, но с каждым годом все больше и больше людей приземляются и говорят, все, меня это никогда не отпустит, я хочу еще и еще. И в итоге они становятся парашютистами. Или тебе не понравилось вообще, или тебя зацепило так, что даже у нас есть люди, которые через 5-7 лет приходят и говорят, я не могу, я все время думаю об этом, я понимаю, что это какие-то денежные средства, что это дорогой спорт, но меня не отпускает, я хочу прыгать. А вот по поводу дорогого спорта, действительно, с какой суммы нужно обладать, чтобы начать заниматься? Какие расходы нужно планировать? В среднем где-то 300-900 евро в месяц. А на что уходят эти деньги? Понятно, на снаряжение, аренда самолета, может быть, еще что-то? Ну, снаряжение – это когда человек готов после начальных прыжков, ему надо еще где-то 7-10 тысяч для снаряжения, а потом один подъем для каждого парашютиста стоит 25 евро. В среднем парашютисты за выходные делают в день где-то 4-5 прыжков. Так и набирается, люди каждые выходные едут. Снаряжение 7-10 тысяч евро? Да, да, да. Ух, ничего себе, какие суммы. А скажите, пожалуйста, вот получается, вы сказали, что спустя 5-7 лет люди приходят и говорят, что нет, не отпускают, хочется снова прыгать. То есть, получается, парашютный спорт – это не такой вид спорта, когда нужно прямо с самого детства тренироваться. То есть, ты и в 20 лет, и в 30 можешь прийти и сказать, вот хочу прыгать, хочу стать парашютистом. Да, у нас можно прыгать с 18 лет, поэтому только с детства не получится. Ну, можно и в 60 приходить, и в 70. У нас был парашютист, ну, не парашютист, а тандем прыгала. Одна бабушка, ей 77 лет. Она очень давно хотела, пришла, прыгнула, ей очень понравилось. Это был ее первый прыжок? Да, 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 это был ее первый прыжок. У нас есть парашютисты, которым больше 60 лет. Ребята очень хорошо прыгают, очень опытные. Но, насколько я понимаю, нужна все-таки инфраструктура для того, чтобы обеспечить желание людей прыгать. Вот насколько у нас сейчас это развито, и есть ли какие-то дальше перспективы развития? У нас очень много мест, где можно с нуля построить аэродром. То есть у нас есть уже взлетно-посадочные полосы, которые остались у нас с 90-х Советского Союза, и мы их очень хорошо можем использовать. Здесь больше тактичный подход и планирование того, как туда надо набирать людей. Потому что самолеты стоят очень больших денег. Все остальное, и инфраструктура, и сами спортсмены, и снаряжение, это чуть-чуть меньше. Если есть поток людей, которые готовы именно в это место ездить, можем открывать хоть 10, хоть 20 таких мест в Латвии. Пока у нас только два. В Далгопе и Лимбоже. Но по мере, я думаю, по мере поступления новых парашютистов, я думаю, скоро будет открываться, и где-то еще может влиять. Смотрите, как всем ребятам нравится, как ходят с улыбками до ушей. А в целом 170 парашютистов для Латвии, это по европейским стандартам, это какой результат? У нас достаточно популярен вид спорта? Очень мало. Очень мало, да, очень мало. То есть, для сравнения, в Литве и Эстонии у них больше? Там где-то в Эстонии, мне кажется, 300 было, в Литве 500 или 700 человек. То есть, на душу население достаточно отстаем. А тенденция вообще прослеживается? Количество людей растет, которые хотят прийти в парашютный спорт? За последний год-полтора очень сильно возросло. Очень сильно. То есть, возможно, что в ближайшее время у нас будет достаточно парашютистов от Латвии? Для нового рекорда. А последний год-полтора, это же как раз пандемийное время. Это ковид как-то повлиял на желание людей прыгнуть из самолета? Да, люди никуда не едут отдыхать, появляются лишние деньги, начинают прыгать. То есть, можно сказать, что как раз для парашютного спорта пандемия была скорее помощником? Я себе оптимистично говорю, что это из-за прошлогоднего рекорда, поэтому у нас набирается много людей. Эдгар, а вот вы говорите, что не хватает, но все-таки в масштабах Латвии нужно искать, привлекать людей. А не было желания сделать, например, Балтийский путь в небе? То есть, чтобы все взялись за руки именно из разных трех стран? Да, уж не знаю, сколько самолетов для этого нужно. 13 лет назад был сделан Балтийский путь, Балтик-Скайуэй назывался. Там набрали рекорд из 40 человек. Но нам сейчас есть такие долгосрочные, я бы не сказал, планы, мечта, идея собрать 50. Может, не в следующем году, может, когда-то попозже. Мы знаем, что этот рекорд устанавливается в рамках такого мероприятия, которое всю неделю в Латвии проходит. Кроме этого рекорда, в ближайшие дни что еще планируется сделать? Можно ли приехать посмотреть вживую на какие-то прыжки, может быть? У нас мероприятие считается закрытым. Есть некие обстоятельства, почему нам именно так надо делать. И из-за того, что мы все-таки работаем в аэропарту Лепае, тут нельзя всех подряд запускать. Но подъехать со стороны, посмотреть, я думаю, очень даже увлекательно было бы тем, кто не прыгает. Если будет хорошая погода, мы запланировали, что у нас в пятницу, субботу, это еще будет чемпионат Латвии по точности приземления и по групповым двойкам. То есть два человека плюс оператор выпрыгивает с самолета и делают определенные фигуры на время. То есть три фигуры, и они все время повторяются. У них 30 секунд времени, чтобы максимально быстро сделать максимальное количество фигур. Насколько привлекают, скажем, из 170 парашютистов для съемок, может быть, фильмов, для каких-то трюков, которые бы связаны были с воздухом? Вы сказали про оператора. У нас время от времени появляются компании, которым нужен материал. Я бы сказал, человек 10 каждый год занимается какой-то рекламой, или какой-то работой, которая связана с рекламами, фильмами, плакатами. Но операторы, у них основная работа именно съемка тандемов, тандем прыжков. И плюс они какие-то дополнительные работы привлекают. Но они сами проходят тоже обучение, операторы? Да, да, да. У них очень много опыта, и сначала они учатся просто прыгать, и потом они еще учатся прыгать с камерой. Там есть свои нюансы, ты не можешь просто кнопочку фотоаппарата нажать. Там есть такая с фотоаппарата идет трубочка, которую ты сжимаешь на эту зубов. Когда ты сжимаешь сильнее, он делает фотографию. И надо понять, потому что ты же объектив не видишь, ты примерно должен знать, куда смотрится камера, и туда поворачивать голову и снимать все. То есть это больше на интуиции и ощущениях, чем на каком-то… Да, это с опытом только нарабатывается. А вот сам по себе парашютный спорт – это скорее про хобби или же про работу? То есть или же парашютный спорт дает эти возможности найти такую интересную работу, вот как оператор, который снимает в воздухе, это же потрясающе. Ну, в других странах, где больше людей, где больше населения, есть люди, у которых это как основная работа. Он работает или только видеооператором, или работает, допустим, только инструктором, или тандем-мастером, то есть клиентом. У нас у всех есть основная работа, и это как хобби, подработка на выходных больше. Если кто-то захочет прыгнуть с парашютом, что ему нужно делать, то есть обратиться к вашу федерацию, или это можно сделать где-то на низовом уровне? Или просто купить подарочный сертификат, а там посмотрят. Да, пусть соберется духом и выбирает любую ближайшую, Лимбожи и Далгопилс, звонит туда, говорит, я хочу прыгнуть, я хочу сейчас же, и пусть записывается на прыжок и едет туда. Вы говорили, что, и это понятно, что парашютный спорт, он во многом зависит от погоды, и понятно, что нужно знать, какая будет погода в ближайшие дни, в ближайшее время. Насколько в целом точными выходят метеорологические прогнозы? У вас какие-то, может быть, свои связи с центром метеорологическим, или вы пользуетесь как все порталами, какими-то общедоступными? У нас есть определенные порталы, где мы смотрим. Последние два года климат очень сильно поменялся. Раньше мы могли довольно точно сказать погоду где-то 4-5 дней до мероприятия. Сейчас максимум 2-3 дня. И мы смотрим в нескольких порталах, сверяем информацию. И тогда совсем точно можно сказать только один день до этого. Так что каждый день смотрим, наблюдаем, смотрим сайты, наблюдаем за погодой. И это тенденция только последних пары лет? Раньше можно было там... Да, раньше можно было несколько дней заранее уже предсказать. Сейчас уже нет. Сейчас надо 1-2 дня. Ну что же, с нами на прямой связи был Эдгарс Вейгурс, председатель правления Латвийской Федерации парашютного спорта. Желаем удачи в сегодняшнем прыжке. Да, 34 человека. Надеемся на рекорд. Спасибо. Да. Спасибо. Да, мы, соответственно, сейчас на небольшую паузу уходим. Реклама, новости, после чего вернемся. И уже в новом часе у нас и прямое подключение из Токио. С нами будет говорить латвийский пара Олимпийц, плавец Юрий Семенов. А после чего в следующие полчаса оператор первого латвийского вестерна тоже с нами выйдет на связь. В общем, будет интересно. Не переключайтесь. Удачи. Удачи.